Ну что, разработчики решили удивить всех игроков Genshin Impact, и в этот раз, в обновлении 4.7, нас ожидает три новых персонажей и достаточно интересное нововведение, про которое мы все забыли. Ба-дам-ба-дам-ба-дам! Опа! Большое всем тюленей привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Давненько мы не виделись в подобном лайв-формате. Поставь лайк, если ты, конечно же, про такой формат вообще забыл, то что он в таком виде может выходить. Если скучаешь по нему и хочешь больше новостей в подобном жанре, то обязательно напиши про это в комментариях, мне будет про это узнать очень-очень приятно. А сегодня я расскажу именно новости по Genshin, которые нас ожидают в грядущем обновлении в 4.7. Но перед тем, как мы отправимся смотреть на эти прекраснейшие новости, хотел бы вам напомнить, что есть такой прекрасный магазинчик под названием Mi на Mi. Я с этими ребятками уже давно сотрудничаю. У них можно заказать достаточно прикольные акрилки. При этом можно заказывать акрилки не только с какими-то готовыми принтами, а можно даже принести им свой какой-то арт и его распечатать. Если вы занимаетесь мерчем по Genshin или по другим играм, также вы являетесь художником, то обращайтесь непосредственно к ним. Наклеечки, у них можно еще также на футболки нанести принты. В общем, полное производство, достаточно хорошие ребятки. И если кто-то ходил на Genshin Gal'у и видел мои личные акрилки, то как раз-таки они были произведены именно там. Поэтому переходите по ссылочке в описании, там будет вся информация, которую можно там все изучить. Ну а мы с вами непосредственно переходим к тому, что нас больше всего беспокоит и интересует. Во-первых, конечно же, это появление трех сразу новых персонажей в обновлении 4.7. Это у нас будет Кларинда. В принципе, сделаем вид, что мы не знали, что она выйдет в обновлении 4.7. Сиджи Вин, тоже новая девочка, наша любименькая мелюзина. А также мальчик, которого хейтит абсолютно все комьюнити за его ленивый образ. Это мальчик Сетос. Ну, для Сетоса хотя бы плюс то, что он является электробоем. И в семействе мамочек для электро мальчик будет очень приятен. Что можно сказать вообще по поводу этих персонажей? В принципе, если вы следите за сливами, то вы уже все знаете. Хотя официально какой-то информации еще нет, потому что закрытое бета-тестирование начнется вот уже совсем-совсем скоро. Как только появится более-менее точная информация, то, конечно же, я вам все расскажу. Кто-то из них играет от долга жизни, точно так же, как и играет у нас выходящая в этом патче Орликина. Единственное, что я также знаю, что CGWin играет от хила. Она как-то подхиливает, накидывает гидростатус, что-то наподобие апгрейднутой Какоми. В общем, интересно про них будет узнать. Но пока геймплея, к сожалению, нет. Там небольшие зарисовки есть по поводу ее скиллсета, но это пока не официально и не точно. Лично мне CGWin очень сильно нравится, потому что это маленькая лаляшечка, которая, ну, по крайней мере, выглядит необычно и ярко и цветасно. Кларинда очередная электромами. Что тут можно сказать? Ну, а Сетос это просто Сетос. Он вообще, по-моему, крайне бесполезный. Ну, типа, выглядит и че с того. И на этом как бы все. Но, в принципе, обновление 4.7 вообще выглядит достаточно большим, потому что там нас будет ожидать не только 3 новых персонажа. Во-первых, точнее уже, во-вторых, там нас будет ожидать долгожданная встреча с Дайн Слейвом. Это вот действительно очень долгоиграющая история, потому что в последний раз мы видели его где-то в обновлении 3.5. Это было очень давно. Там он забежал в портал вместе с нашим близнецом, и с тех пор мы просто о нем ничего не слышали. По некоторым слухам, его там неплохо так побили, скажем так, за то, что он вытворяет всякую дичь. И в обновлении 4.7 мы наконец-то увидим продолжение основного сюжета, потому что именно Дайн Слейв является основным двигателем сюжета для дальнейшего приключения путешественника и отношения его с близнецом. Очень ждем, потому что всегда, когда появляется Дайн Слейв, лор начинает прям будоражить, тем более он появляется перед выходом Натлана. Надо нас как-то ввести, повести им непосредственно в эту локацию. Но это все, что касалось персонажей и лора. Всех убедили, всем дали немножечко контента. Но и это еще не все, потому что в обновлении 4.7 должна будет появиться новая витая бездна. Пока нет точной информации, как вообще она будет выглядеть, что в ней будет. Но известно, что там будет 8 этажей по одной комнате в каждую. Есть такое подозрение, что это будет наподобие тех же самых дополнительных залов в Ханкай Старейле. То есть это будет одноразовое действие. Я сомневаюсь в том, что разработчики смогут каждый раз придумывать что-то новое для 8 комнат. Они тут кое-как два последних этажа передумывают. Да, там в каждом этаже по 3 румы, но в любом случае. А тут 8 этажей, ну на 2 этажа больше, чем в 10-11, но в любом случае. И лично мне кажется, что это именно будет одноразовая такая деятельность, которую пройти будет очень-очень трудно. Если все-таки разработчики сделают так, что это будет не просто одноразовая, а многоразовая штука, и типа будет сначала Бездна Х1, которую ты проходишь, и потом Бездна Х10, которую ты после этого проходишь, то будет классно. Хотя, честно говоря, они бы уже давно могли слезать историю с того же самого ХСРа и сделать так, что нижние этажи обновляемой Бездны ты мог бы не проходить, при условии, если ты проходишь 11-ю, 12-ю Бездну. То есть прошел Бездну в прошлом сезоне, тебе открываются сразу 3 нижних этажа, 9, 10, 11-ый. Если ты 11-ый проходишь на 3 звезды, 9-ый и 10-ый тебе закрываются автоматически. Честно говоря, вот эта вот идея, которая вот лежит на поверхности, даже в другой игре уже такое было использовано, why не сделать то же самое? Большой-большой чертовский вопрос, на который я все еще не получаю никогда ответа. И, в принципе, это основной контент, который ждет нас в обновлении 4.7. Ну, не будем забывать, конечно, что уж там будет добавляться новая локация, куда же не без нее, возможно, а возможно и не будет, потому что у нас в грядущем обновлении появляется локация, может быть, там еще будет что-то новенькое, никто, черт его возьми, не знает. Но самое главное, что в обновлении 4.6 нас ждет Орликина. Да-да, настоящая мамочка наконец-то к нам приходит. Мы все ее ждем. В среду это просто будет божественный стрим с крутками. Обязательно приходи покрутить вместе со мной. Бусь, тюлень и удачи, мы тебе гарантируем. Записаться можно в Дискорде. Ну, а если примагемов не хватает, то заходи на Тюлень Стор. На Тюлень Сторе всегда самые лучшие цены. Мы поддерживаем самые актуальные цены. Стараемся их постоянно снижать. У нас оригинальные новые поставщики, которые просто классные цены нам выдают. Плюс к тому же у нас нормальная платежка. То есть нам можно переводить по русским картам. Не надо переводить на какие-то карты непонятные и ждать, пока подтвердится платеж. У нас работает Тинькофф Эквайринг. Он все полноценно работает. У нас лучшие админы. Мы стараемся сделать все для вас. Если у вас есть какие-то предложения, идеи, то обязательно мне пишите. Я с удовольствием рассмотрю и постараюсь вам как-нибудь с этим помочь. Ну что ж, ждем Орликину, ждем Кларинду Сидживин и Сетаса, ждем появления Данис Леева и ждем Новую Бездну. Напиши в комментариях, кого ты все-таки больше всего ждешь. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До встречи в следующем видео. 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 До встречи в следующем видео.